Приветствую всех на AllSuite Online. По традиции каждую пятницу от 20.00 мы собираемся и рассматриваем основные фьючерсные рынки. Начнем с российского рынка. Но вначале у нас сводка новостей, которые ожидаются на следующей неделе. И пройдемся сначала по штатам. Пандемия будет более-менее спокойной 13 ноября. 14 ноября также спокойный день без каких-либо важных отчетов, событий и retail sales и петролиум отчет. Запас сырой нефти. В последнее время трейверы слишком много уделяют внимание. Но нефть крайне важный элемент и ресурс, поэтому правильно делают. Jobless Claims и Industrial Production у нас ожидается на четверг 16 ноября и в пятницу Housing Starts. То есть без фомки, без каких-то процентных ставок. В общем, Jobless Claims разве что может создать маневры сильные и петролиум. Строительство новых домов перед зимой вряд ли будет хорошим и мощным отчетом, поэтому на него особо внимания не будут уделять. По другим странам. Значит, так, добрый вечер. Так, видно, слышно, окей. Спасибо. Так, ВВП Германии и объем промышленного производства по Китаю в 5 утра. Ожидается, что немножко снизится, аналитики прогнозируют. Не знать бы еще этих аналитиков. Индекс экономических настроений в Германии тоже в час дня понедельник. И вторник отчитывается по ВВП третьему кварталу Япония. И вот тоже ожидается, что будет снижение на 0,3%. Средний уровень заработной платы по Британии с учетом премий. Также число заявок на пособие по безработице. Ну, это для тех, кто торгует индекс британский FTSE. В принципе, полезно будет отследить данный отчет. По штатам мы уже обсудили. 18.30. Поставьте себе напоминание о запасе сырой нефти. Четверг. Опять же, всех почему-то интересует заработная плата. Ну, что ж ты сделаешь? Объем розничных продаж. Опять же, Британия. 12.30. Четверг. И индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Вот. Это будет по штатам. 16.30. Пятница. Более-менее спокойный день. Ну, строительство новых домов. Вернее, разрешение на строительство по штатам. Вот, в общем-то, и все. На этой неделе были хорошие, интересные события, отчеты. Поэтому посмотрим сегодня, как отреагировал рынок на эти действия и события. Начнем, пожалуй, с РТС. Вот он, красавец. Итак, 116-я цель. И, видимо, это еще не предел. Удержали в уровне 111-й. Это стоит отметить обязательно. Так, смотрим теперь на... Сейчас вы увидите 16.03-го график. Это март этого года. Отыграли, грубо говоря, все это снижение, которое было до июня в том контракте, июньском. И, фактически, уже мы пробили нулевую точку реверсивности. Соответственно, постепенно восстанавливается экономика после того снижения. Давайте так поставим ориентир в такой линии поддержки аккуратненько. Не факт, что она супер правильно проведена, но для общего. Так, теперь выставим основной диапазон, который все следили. Мы его отмечали на обзоре. Это непосредственно была поддержка в 111-й. 100. 111-й, там, 600-700. Сейчас мы более детально к этому уровню еще вернемся на дневках. Здесь интересно было показать вам... Ну, очень важный приток ликвидности на этой неделе по отношению к прошлым неделькам этого контракта. Видите, появился интерес. Появилась уверенность у участников рынка. И были даже вот почти у 600 тонн оборотов в пару сессий. Это хорошо. В принципе, для пробития 100-16 это хороший признак. Это хороший знак. И посмотрим, как там по агрессорам у нас идет активность. Итак... 7 и 8 число более-менее были на покупках. Нулевая дельта была вчера и сегодня 8 тонн со стороны соляров. Сейчас мы проверим, что там сбрасывают или раскидывают. Ну вот, открывали позиции. Ну... 8 числа, в принципе, это хорошо. И даже неплохо открыли... 9 числа. Риток небольшой был. И сбросили... Очень набросили, как смотрите. Перепад достаточно сильный. 434 тысячи и сейчас 378. То есть 378. Сейчас вам покажу. Это была точка где-то вот в октябре. Такого... Слабого очень. Ну... Фактически... До открытия официального... Такие еще были показатели. То есть... Очень низкие показатели. Сильно сбросили позиции. Соответственно, дельта... Она у нас отобразилась в результате сброса покупок, которые были, судя по всему... Там 1 числа, 7-го открыто и 8-го. Видимо... Что-то... На неделе... Ну... Отчет какой-то. Возможно, Петролиум. Возможно, еще какие-то события. Передумали, в общем, байеры. Поэтому... Посмотрим. Посмотрим на следующей неделе. Панель, в принципе, там более-менее спокойный. Но... Две страны, я считываясь, по ВП. Ни одна из них... Ну... Япония, в разницу, более контактирует. С точки зрения... Там... Товарооборота с Россией. А... Так... Теперь... Давайте... Посмотрим на дневках. Ситуацию. Итак... Эта неделя была, похоже, самой ликвидной по оборотам. Волатильность соответствует и ликвидности. 13850 у нас среднеизвешенная цена. По ВВП чуть ниже идет. Максимальный объем прошел у нас за контракт 112850. Важный уровень. И ядро можно смело брать за контракт 112-150. По 113... Сейчас мы... Чуть-чуть меньше... 170 и так. Да, вот... 850. Это ядро текущего контракта. То есть... Экватов. Нейтральные территории. Активности байеров и селлеров. Тут... Как бы... И те, и другие... Принимают все-таки, но участие. Соответственно, пока мы будем оставаться выше данного коридора, у нас есть все шансы удержать тренд, который постепенно набирает ликвидность. То есть... Приток участников увеличился, обороты увеличились. И это хорошо. Единственное, вот... Перед выходными сбросили позиции очень сильным. 8600. И давайте отметим, где же там были эти сильные сбросы. Так, возможно, перестраховываются участники, когда ждут, когда откроется понедельник. И будет ли каких-то сверханомальных событий и новостей за выходные. И, возможно, откроется повторно на покупку. Ну, в общем, вы сами видите, здесь самый-самый такой... Огромный приток шуфтов. Плотненько так сбросили. Так, 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 так. И цена, видите, как раз на этом уровне и осталась, болтается. По поддержкам возьмем 12 тонн, вот этот уровень, 115-200. Потом... 12 тонн, вот этот 9 здесь хороший перевес. Наверное, 5 тонн фактически. 115-050. Ну, в общем, да и все. Вот здесь в соседних уровнях такого прям хорошего размещения мы не видим. Ну, 114-ю ее, в принципе, тут 7-го числа набросали, 18 тонн фактически удержали, можно сказать. Ну, в общем-то и все. Так, давайте сейчас мы еще 7-ое число захватим. Этот уровень поддержки я отметил. Сопротивление тут нужно смотреть непосредственно за несколько лет. К пилочке. Так как мы уже, в принципе, вернулись к полугодовому масштабу. Фактически, в марте, да, 15 марта этого года мы начали с эрекцией падать. Так, 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 так. Соответственно, если все-таки получится удержаться, хотя бы в рамках четверга и среды, ну вот, четверг был бы самый подходящий уровень, который нужно удержать. Главное, не ниже 114-й. То есть, EWP на уровне 114-й как раз, и, ну, корректировка предельно будет допустимой и очень на руку будет, если не уйдут ниже 114-й. То есть, коррекцию могут сделать, потому что здесь 1, 2, 3, 4, 5 сессий на рост. Расширение идет, в основном, со стороны байера, и тут как бы прям напрашивается корректировка. После такого сброса вполне может быть в понедельник немножко откат. Там уже будет посмотреть непосредственно онлайн. Есть поддержка, а поддержки нет. Ну и зафиксируем, он пригодится еще в этом контракте, надеюсь, не скоро. Ну, в общем, зафиксируем в этом уровне поддержки, 111, 500, 112. Его создали еще в начале контракта, и потом все-таки уровень удержали. Молодцы. И бусинка за 5 сессий ушли на максимум контракта. Так что вот так. В принципе, позитивно, пока все более-менее ровно. Так, сейчас вспомню, посмотрел. Обратите внимание, как торгуются он. Задуман контракт не продлили просто и все. Как только получится крыша без вопрос, сразу сообщение. Так, видите, вбросили-то позиции. Ликвидность первой половины сессии в основном была такая повышена. Вечером более-менее спокойно. И во флете держится, в общем-то, у максимума, не пятница, а неделю котировочка там. То есть, в принципе, такой сильный сброс позиции мог бы затянуть немножко шорты еще пятницу. Но, как видите, все уровни, которые были сформированы в четверг, и вот плотно стоит среда. Причем, очень похожа структура торника и... Так, подождите. Ну да, да, вот у нас получается... Не, среды и пятницы, вот. Очень идентична, практически, структура дня, в отличие... Ну, открытие, единственное, что открытие тут достаточно разное. Ну, флэт держит весь вечер, держит по флэте, и тут напрашивается вопрос, кто же там удерживает столь агрессивный приток предложения, что прямо цена и стоит весь день на одном уровне. Возможно, какой-то крупный байер, который собирает все эти шорты. Итак, 114-е у нас формирование 7-го числа. И поддержка, которая сформирована в четверг. Ее давайте тоже зафиксируем. Она тут немаловажную роль сыграла, поэтому пойдем. Так, в качество трансляции, говорите, плохое. Ну, возможно, все-таки запустят Google Hangout, и на следующем обзоре будет уже другой сервис. Там вроде получше будет качество. Ну, чуть-чуть потерпите, я думаю, скоро все исправится. Так, с 113-650 по 850. Тут все понятно. Большой объем, хорошая ситуация с открытым интересом. Ну, и Delta IV была достаточно активной на покупку. В общем, полдня здесь заслуженно нужно уделить внимание данному диапазону поддержкам. Если будут удерживать очень агрессивно, не пускать ниже этих двух уровней поддержки, потенциально можем еще все-таки орвануть выше 116-й. В случае, если агрессивно пробивают все это на свете в понедельник и вторник, дальше уже, в принципе, будет опасно подыскивать покупочки. Ну, ниже 114-й, если уйдут, можно потихоньку брать режим ожидания. Давайте посмотрим по фондовому рынку в этом ситуации. Сберг. Ну, здесь прям земля-воздух, просто, грубо говоря, без остановки. Мы обсуждали этот факт, что пошли шарты в последнее время на Сбере, но, как видите, пробили просто в 199. Вот этот выстрел, он должен отыграться на РТС, поэтому удивительно, что не пошли выше пятенцов. Вот здесь все четыре сессии седьмого числа, 8 миллионов, потом 11 и 14. Гипер-гипер высокая ликвидность по отношению к предыдущим сессиям, просто пять раз, четыре раза. Стоит, я думаю, обратить внимание на этот момент. Дельта. Дельта, значит, у нас идет седьмое число. Это только дельта, это не объем. Чтобы сравнить, обратите внимание, оборот за день. Ну, обычный оборот Сбера до этого, там, 3 миллиона, грубо говоря, это за день всего объема. Здесь 13 миллионов оборот, то есть, прилично, и дельта только, ну, сама дельта составляет весь оборот объема за день в обычный день. Очень высокий показатель интересный по процентному соотношению высокий. Да, почти 22% перевес со стороны байеров. 15,5% вчера был. Ну, и сбросили, это явно сброс позиций, 1 миллион 125, 217,7. В общем, сейчас цена, ну, чуть пятница перед выходом, я думаю, с таким полетом это многие там захотят сбросить. Позиции, давайте посмотрим, что там было все-таки по уровням. Вот это, красавица, седьмое слово. Запись, да, я запись включил, будет сегодня на YouTube, можете посмотреть там записи. Так, единственное, сейчас мы сделаем вот так. А что с микрофором? Плохо слышно? Шум. Да, шумы. Сейчас, секундочку, тогда подстойтем. Поправим сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Мы остановились на... Сбери, да... Вот у нас эти три отличные сессии... Ну... Значит... 208... 209 даже... 209... Средневзвешенная позиция... Ну... Тут если брать... Еще 100 неделью... Я думаю, она чуть повыше будет, если брать конкретно по неделям... Так... Сейчас мы посмотрим... Да... Повыше... Все-таки... Это за неделю... То есть... Если брать... 212,5... Это оптимально... То есть... Средняя цена, которая должна, в принципе, быть... Еще протестирована... Скорее всего, протестировать... Раз так пятница... Катится вниз... Более-менее... Задержались на 209,5... Возьмем поддержку... То есть... Здесь, как видите... Практически весь... Ценовой диапазон... Усеян... В... Агрессорами... Очень плотненько... Прям... Целок... Концентрация... Очень высокой концентрации... Плотно... До... Самой... 206... 203,7... По 206... Кто-то очень... Приложился... Хорошо... Так... Смотрите... Тут... 90... 92 тысячи... Против 267 тысяч... Вот... Серьезный такой перевес... Тут тоже... 92 против 200... 134 против 300... 138 против 259... 105 и 54... Ну... Тут... Победа железная... За Байрами... Тут прям... 12 тысяч против... 73... 47... Весь коридор... Который мы отметили... Даже больше можно взять... Ну... Это самые... Такие... Красавцы... Так... Что у нас тут... Еще такие... Супер победы... Тут... 20 тысяч против... 120... 202... Ну... В общем... Весь коридор... 7 числа... Наверное... Процентов... 80 коридора... Здесь уровни... Поддержки... По-настоящему... Хорошие... Так... Ну... 200... Мы забыли... Обязательно... Возьмем... Еще... 200... Ну... Вот... Плотный... Здесь... Можно взять... По 201... 200... 201... Возьмем... Коридор... И... 203... 206... Там... Естественно... Больше... Красавцев... Которые... Создали... Дисбалансный рост... 201... Можно захватить... Еще... Вот таким образом... В общем... Два основных коридора... 200... 201... 203... 206... Это... На... Седьмое число... Пришлось... Дельта... Да... Да... Верно... Дельта... 2... И... 9... Фактически... Объем... Весь... Объем... Который... Обычно... За день... Оборот... Идет... Только... Дельта... Такого... Масштаба... Получилось... 217... По... 218... Смело... Можно брать... В качестве... Ориентированного... Уровня... Поддержки... Тут... Тоже... Очень... Неплохо... Проложились... Прямо... На... 220... Дельта... И... Отметим... Все-таки... Во всякий случай... Вот... Эти... Ребята... Сейчас... Ответим... Отметим... Сопротивление... Потому что... Тут... Пятница... Такая... Коварная... В общем... Пятница... Вот... Этот... Массив... И... Этот... Массив... Мы... Отметим... В качестве... Поддержки... Здесь... Мы... Объединили... За... Два... Дня... 209... С половиной... 211... Восьмое число... Плюс... Девятое... И... Сейчас... На минимуме... Пятнице... 217... Цена... И... Плотно... Вот... Видим... Как хуже... Побеждают... В пятницу... Больше... Целеры... И... Отметим... Эти... Коридоры... Побед... 197... Тон... Против... Сто... Семьдесят... Против... Два... Раза... Больше... Перевес... Тут... 50... Он... Перевес... Тут... Девяносто... Ну... В общем... Для... Проложения... Роста... Ну... Явно... Будет... Еще... Коррекционный... Момент... Раз... Пятница... Сильно... Сбросила... Позиции... Ну... Сопротивление... Еще... На... Коридоре... 220... 221... Можно взять... И... Практически... Вот... Корректор... 217... 219... Вот... Ну... В любом... Случае... Еще... Плюс... 229... Средневзвешенная... На... 212... На... Либо же... 209... Если... За месяц... Смотреть... Вот... Поэтому... Корректировка... Такого... На... Момент... И... РТС... Может... В связи с этим... Немножко... Откорректироваться... Так... Это... На... 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 в мае в цены по газпрому отыграли в общем этот весь short еще осталось 140 отметиться и будет вообще песня 139 контрольная . можно туда поставить вот поставим туда alert и дальше по дням смотрим по ликвидности потихонечку набирает обороты весь этот рост и это неплохо это хорошо очень даже ну аномальный выброс 8 миллионов давайте поставим сейчас лимит лимитник ну лимитную вот с марта 2017 года фактически за год ну полгода в такие sexy было всего 4 на газпроме и если не ошибаюсь они почти все были на покупку сейчас посмотрим кроме да ну там прям на самом максимуме вот и нас есть единственное все остальные на покупку вот 18 на 5 сбросили позиции вот этот пролет в общем они самые ключевые по ликвидности сессии они 3 из 4 на покупку особенно 15 06 очень прям на самом минимуме как видите так ну их единственное что вот оставил вопросы по газпрому это последующие 30 идут с агрессором на продажу и 7 762 тонны в пятницу причем цена как осталось на том уровне так и стоит то есть похоже что просто частично сбросили позиции с этих двух миллионов общий ликвид у нас 8 и 2 и дельта процент получился 23 с половиной процента неплохо достаточно сильный перевес и собрать общую ликвидность сравниться разница между беда 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 объемом масками отлично так по газпрому мы разобрались сейчас посмотрим где где этим где эти были аномальные события так тут прям не так густо как на сбере но есть вся ликвидность вот мы видим 129 с половиной прям по срезу профиля если посмотреть в основном победа байеров причем обратите внимание хотя бы на 1000 190 170 170 150 170 190 112 70 вот 70 90 какая-то цифра крайне популярная вот тоже 79 может это у меня просто так из-за многолетнего мониторинга рынков тут очень сильный 300000 против 50 дисбаланс тоже сильный дисбаланс 135 с половиной по 132 и 3 тоже возьмите на заметочку тут даже можно 3 132 и 2 где тоже вот здесь сильный перевес был за байерами качестве поддержки стоит отметить как раз к нему корректировались и будем следить по неделю как они там будут защищаться эти мая так ну в общем тут плотненько плотненько но без особых побед и вот эти победы начинаются уже 130 . 1 значит можно взять даже 129 и 4 тоже вести от коридоров абсолютная победа байеров даже вот еще ниже 129 и 2 можно здесь так тут прямо порвали просто в два раза больше тут коч не хочешь победа за байерами но седьмое число достаточно знаменательно как раз будем следить за тем как долго переливнув заботиться крупный участник после размещения своих позиций как долго их защищают поддерживают и тем самым будет хороший опыт установить сколько можно на уровне полагаться когда они уже перестают свою значимость играть грубо говоря временной распад вот и так сетка самая вот ближайшая 132 и 2 132 и 5 потом у нас идут гигантские закупки это страница 9 129 и 2 по 130 . 1 потом промежуточная там какая-то маленькая но не маленькая . но победа была с 30 с половиной и 127 и 4 и 128 5 отдельно два уровня все внимание было седьмого числа и собственно даже три дня шартов не поменяли настроение участников так и держится у максимума цена теперь идем на валютный рынок начнем с рубля так укрепляемся немножко в 59 56 сейчас цена немножко прошлись мой до 59 фактически там чуть-чуть осталось так это у нас 15 минут к значит побольше масштаба вот это опять же с марта с марта 2017 года по ликвидности вот какая у нас ликвидность обратите внимание конкретного третьего числа было три миллиона оборот и с этой точки оборот только уменьшается под план плавненько так в общем 3 миллиона ну даже с учетом этого снижения объема сейчас посмотрим по открытому интересу в любом случае они пока на уровне держатся это пока ну в общем позиции там особо не открыли не особо не закрыли бывало и побольше вот три миллиона триста упали до трех миллионов и в общем тут и удерживаться поэтому нужно у крайне приток сделок по рублю для более надежного размещения позицию это прямо необходимо вот видите здесь тоже был пик три с половиной миллиона держались на максимуме там потом упал на 3 и 2 миллиона и еще начал падать то есть здесь особенно этот переход очень похож на ситуацию которая сейчас в этой точке находится и дельта и так точечно 3 инъекции байеров по 90 тонн дельта вот три раза как раз ступень что они это двинули с 58 на как раз на 59 уровень и все перестали вот еще было 42000 инъекция и все больше нет пока 56 у нас со стороны селлеров в пятницу собственно посмотрим сейчас на споте еще какая активность процентный перевес все три инъекции были были в одинаковому по дельте объема вот в процентный перевес тут пять процентов тут 48 тоже 5 почти и 2833 процента у нас пятница остальные дни были очень такие незаметные то есть какой от ну внимание с рубля немножко увели скорее всего фондовый рынок больше забрал внимание как вы видите с марта 2017 года по сей день самый ну емкий такой коридор по объему поработали очень серьезно на 56 700 и 57 то есть учитывая весь период времени нигде больше так быстро долго и концентрировано не оставили объема как на этом уровне это по большей степени относится вот к этому периоду май июнь да да вот апрель май июнь почти месяц они болтались поэтому и уровень стоит отметить и внимание уделить данному коридору 60 с половиной это вся летняя активность была сосредоточена это в качестве сопротивления можно смело брать ориентироваться на сколько байер агрессивная и смелая вот если не смогут побить данный диапазон значит вот еще крайне интересный уровень почти миллион там бросили 60 100 мы к нему как раз подобрались очень близко были так по ликвидности падает ликвидность вот с пика но в принципе вернулись не ниже рабочего периода то есть они как бы просто обороты немножко упали по отношению к обычной и средней ликвидности просто на том же уровне остановились то есть каких-то опасных перемен по объему нет но жаль что не продолжилась нисходящая динамика которую среду начали притихли в общем так давайте посмотрим на одневки что там у нас есть из ярких таких уровней так но здесь бесспорно надо брать 59 640 эти три дня фактически льют прям там шортами и еще уровень 59 500 вот сейчас они на нем стоят вот видите тут раз два три дня из пяти ну там четыре можно даже сказать и вот этот уровень тоже будете точечно по одной и той же цене идут 1 2 3 раза тут четыре тоже три в общем как только будут зовут этих ребят уже будет легче более понятнее что у нас происходит вот эти три цены крайне удивительно буквально через день на следующий день но там опять же появляются агрессор на продажу опять по тем же самым ценам так поддержка тоже два дня по одной цене бомбили 59 300 вот возьмите на заметочку так сюда мы еще не скоро придем пока может течение недели дойдут на всякий случай чтобы у вас был уровень точно 58 778 это начиная с 31 октября пять дней простояли и в принципе как поддержка потенциально может себя проявить даже можно смело брать вот с этого уровня вот они где плиты такие и по 58 880 тоже можно захватить весь этот коридор мы в качестве возможного уровня поддержки в ближайшее время если будет дальше идти на снижение ну и посмотрим спот томик спортиус мой секс кирант так но нормальная 7 числа была дельта на стороне байра то есть два раза больше чем даже предыдущие периоды и упала сразу же на 130 из 100 благодаря активности сэлеров которые вот здесь притаились давайте мы отметим эти уровни значит коридоры побед уже не выводили Так, розовый цвет мне не нравится, сейчас мы его поменяем. Так, смотрим по уровням, вот здесь просто разгром, причем по разным дням даже, здесь 179-144, потом 365 там против 200, 77 против 40, 48 против 32, тут все 5 дней побеждали целеры, все 5 дней, то есть 59-15 тут прям отметить огромным красным уровнем. Так, ну и остальные менее значимые, но обязательно вот две подряд цены, 59 и 40. Так, тут у нас 3 число, а здесь 7 числа как начали, 59 и 40. По 59, 45. Этого действительно нужно выделить на понедельник, Торинг следу пригодится точно. Так, в общем, если будет очень плотненько удерживать, не пускать выше, можем немножко скатиться вниз, хотя бы до 58, посмотрим там дальше. По объему 6,8 миллионов по этой цене, всего оборот, и очень востребованная цена была 57,5, вот она, 40, 57,6, 7,3 миллиона, здесь 6,8. Объем, вот тоже по споту, объем 5 миллионов, такой 5,9 был рекорд пока в ближайшее время. 4,7 и скатились до 2,6, прям как-то удивительно. В общем, скатились, а цена осталась просто стоять в том же коридоре. С чем это вызвано, да? Ну, ядро всех операций за эту неделю у нас как раз между двух уровней сопротивления. Идем дальше, евро. Фьючерсный контракт на пару евро-доллар торгуются на цемье. Итак, выкарабкались они из равнодоленого канала, небольшого такого. Ликвидности не выше, не меньше. То есть, даже чуть-чуть, вот если вырать среднюю, по ликвидности на этой неделе было чуть ниже, чем на прошлой. Но вот таких аномальных пока выбросов не было. То есть, вот видите, по валютному рынку как раз было затишье в эту неделю. Рост идет, буквально, вот 238 тонн был приток, 140, 146 и 161. Значит, одна только сессия, все-таки пришелся оборот повыше. Остальные все сессии были в рамках обычного, привычного объема. И вот этот локейшн, который они сейчас не могут пробить, будет, по сути, важным проверочным уровнем. Мы сейчас его зафиксируем. 166 по 1686. 166. 166. 166. 166. 166. 267. 176. цена стоит фактически в этом коридоре но если будет смело уходить выше понедельника ну надо чтобы либо ушли выше максимума пятницы либо вернулись обратно тогда еще есть шансы на продолжение нисходящей динамики если будет очень бодро понедельник уже уходить выше максимума пятницы стоит с продажами пока подождать а вот кого долгосрочно уже среди срочно висит продажа по этой паре нужно будет еще следить за 1728 тут как раз набросились селеры в этот с в эту сессию 3 ноября желательно чтобы не ушли выше данного уровня максимума 3 числа так объем 3 с почти полмиллиона тут 396 тысяч 26 10 пока этот коридор весь не пробьют еще есть надежда на нисходящую динамику вот таком ключе примерно кривенько но но честно так фунт просто невероятно жуткая пила весь октябрь и ноябрь сейчас мы ключами добыл пирс не все но часть мы отключим так мы отключили склонение второе стали только для глуби в общем ликвидность обратите внимание к фунту видимо как и на еврике тоже не особое внимание было этой неделе абсолютно в другом направлении и другим были за заняты крупные участники видимо валютный рынок на этой неделе особо никого не тревожил соответственно так и осталось висеть сопротивление 327 33 возьмите его на заметку пока не тестировали еще даже поддержка тут сейчас вот этот коридорчик точно смело можно брать 31 по 31 40 здесь если обратить внимание две сессии потом еще здесь две сессии удерживали уровень каким-то образом интересно было 31 удержать и объем бросили 50 38 это уже крайне блокпост данной локации но это скорее всего стопики по большей степени возможно даже не ну вот здесь могли еще зайти но обычно такие точки снятия стоповей ликвидность не высокая не ниже не выше то есть в рамках рабочих даже чуть чуть ниже чем прошлая неделя интереснее не 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 увеличился к данной валюте единственное вот маневр был какой-то уникальным просто ведь открыт интересно крайне низком уровне если у нас на прошлой неделе даже сто восемьдесят пятом было на этой неделе 170 и без особых движений цена сейчас на максимуме контракта основной коридор опять же в этом же ключе 130 вернет 1 31 и 9 по 32 и 1 вот так на глаз конечно но я думаю даже попала 30 18 сори 32 25 вот этот коридорчик ядро текущего контракта в нем в общем-то они болтаются в общем поэтому могут еще и даже потихонечку встать на объем текущей 5 текущей неделе каким-то образом пойти на 33 если нужно сопротивление 327 30 и так и остается это ядро контракта это основной коридор в ближайших для бы сказал коридор поддержки еще стоит взять вот 31 и 20 если брать за весь контракт тут крайне часто проявляли интерес участники вот сессии вот я себе тут и даже вот пятница с этого уровня фактически ушла 3705 325 поддержка еще крайняя цена 30 80 последний уровень поддержки нефть light sweet крутойл так у нас насиль пробитие 52 и не просто пробитие целый поход до 58 ну это основная основной важный момент так по папу по ликвидности значит шестое число было 688 оборот 696 8 числа 430 450 видите 500 это последняя средняя ликвидность за сессию тут было фактически 700 здесь но 4000 не хватило даже там 3 3 3200 контрактов чтобы все таки 700 точку зафиксировать по дельте покупка 6 числа бы и 20 если сравнивать агрессоров санс на победе агрессоров паск то 21000 больше на покупку было пока эту сессию верни коридор этой сессии не осмелились пробить тут буквально на грани было и две сессии потом подряд по десяточки 12 он с сервером по максимуму неделю отработали смотрим 535 но видимо сбрасывают смотрим следующий контракт я включил январский на январском притока сделать был на вот 6 числа 87 тонн дельта пока дельта на покупку как 27 числа началась в 6 числа перебили их вот 7 и 8 было 2 и одна тысяча и 5 за 32 вернее четверг четверг три две тысячи тоже дается в общем из пяти дней две только на продажу это не особо конкурентно способны то есть 6 числа почти три тысячи три двести было девятого сегодня нулевая то есть с учетом того что там сбрасывают потенциально перед уикендом байры все-таки в пятницу были какие-то были раз удержали так динамику тут пока мало на февральском но 680 700 на февральском даже на 43 контракта больше на покупку но это февральские пока до него еще доберемся в общем декабрь и январь более менее показываю что присутствует байеров хотя открыт интерес на декабрьском уже падает а здесь у нас увеличивается до полмиллиона уже активнее январьский сейчас работает на него и ориентируйтесь так ядро собственно этого всего дела 57 357 6 на январьским топаем дальше у нас еще золото и и в конце сантимии так объем ну в ровно сессия в сессию 300 максимум был 344 тона пятница у нас получается 240 слабенькая но пока она слабенькая она сильно маневрирует в ответ за то что не уделили внимание так здесь прямо напрашивается два 12 72 с половиной шесть дней фактически и продолжили тут агрессор на покупку работать обратите внимание через неделю проходит неделя и все равно по этой же цене покупают ну 75 чуть менее активно но тоже уделялось внимание этому уровню так это конечно поддержки можно захватить а на этой неделе у нас приложились получается вот в этом коридоре прошлой неделе растут фактически и формировала площадку и по селлерам тут агрессивно прошлись 1284 прям вот три дня практически сражались на этом уровне возьмите сопротивление как раз 83 84 на заметку парам 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 раз два три четыре дня рост 5 сбрасывают все кто тут работал посмотрим на покупку или нет покупка была у нас 6 сла остальные сессии идут на стороне селера открытый интерес идет на снижение близится завершение декабрьского контракта по золоту поэтому это не новость а вот на февральском контракте у них уже дела получше идут открывать позиции и смотрим объема немного но зато здесь вся неделя на покупках кроме кроме четверга в отличие от текущего контракта там в основном сбрасывают позиции а это для ну массивы объемные которые формируются в результате сброса позиций менее надежный на вход поэтому лучше сдержаться от использования этих массивов в качестве точек входа так ну в общем потихонечку веселее становится на февральском декабрьский ну вот пока еще не закрылся но возьмите на заметку пятница самый минимум в результате решили все таки поддержать скорее всего если с него понедельник будет уходить нам нужно дождаться пробить 83 с 84 если мы его очень хорошо подходим то ребята которые вот и здесь на покупку снова весело подыграют и пойдем пробивать 1290 с учетом того что не подорожала достаточно так резко ну не резко но за последние пару недель достаточно стоимость нефти учитывается в добыче золота переработки соответственно фундаментально рано или поздно это начнет влиять и на стоимость металлической троицкой унции или не металлическая троицкой унции вообще слиток золота будет дороже стоить посмотрим в принципе сейчас спрос на перед новогодними праздниками по идее должны были уже начать расти ну как видите плита вся сумма ровно вот 12.72 12.82 вот в районе этих 10 баксов как раз ядро декабрьского контракта S&P и так на S&P вновь было замечено волатильная сессия и как видите по фильтрам почерк очень схожий и высота от сессии и обороте оборотец тоже почти тот же самый 2 миллиона с копейками и 2 миллиона почти 200 ну выше 2 миллионов и там и там на следующий день притихли сразу до 880 тонн то есть точечная какая-то манипулятивная активность единственное еще что вот схожее здесь после этого события маневров следующая сессия тоже болтается без особого там интереса вообще к рынку здесь тоже плотная ну как плотная по отношению к предыдущей сессии достаточно тише работают и ликвидности меньше то есть тоже затишье стоят вот так отреагировал потом на следующий день маркет ну в общем будем ждать посмотрим может снова рванет наверх опять же с учетом того что близится новогодний период но новогодние праздники там начнутся разные black friday рождество и так далее соответственно это очень серьезный допинг для экономики любой страны где отмечают новый год и это в принципе будет положительно сказываться на динамике фондового рынка к северу а собственно и индексы тоже будут на этом неплохо двигаться как минимум хотя бы недельку-две будут перед рождеством идти наверх не пропустите этот момент так но опять же не вслепую надо заходить а посматривать что уже происходит в результате 25-50 можно сказать 49 даже такой яркий уровень локация текущая у нас 78 по 72 с половиной это такой уровень ориентирный как раз они рванули ниже данного коридора собственно снять кому-то стопики тестируют соседний уровень такие маневры мы уже видели неоднократно у них это почерк это уже закон если идут снимать стопари то вот ближайшая такая же сессия она потенциально может быть достигнута сейчас мы посмотрим я вам покажу просто на истории таких случаев не один достаточно часто можно встретить вот видите тоже скидываю соседнюю сессию пропов и вот такие маневры ближайшие то же самое вот сбрасывали стопари такие же маневры две сессии тоже пришлись протестили даже ту проверили то же самое вот они если сбрасывают то они почему-то в одну и ту же цену бьют либо кто-то там просто заходит их аккуратненько забирают своих не бросают и такая же активность здесь поэтому если будет такая ситуация поставьте на всякий случай алерт у этой цены может быть будет хороший бонус от волстрит онлайн к новому году так это был S&P но мы сейчас еще посмотрим по уровням активности 6 числа 34 тонны 3-го 30 тонн и это не помогло продолжить рост еще проволтались в коридоре просто вот динозавры какие-то прям вот в одну цену стоят просто 3 дня и ничего не делают потом у нас якобы идет снижение но это снижение почему-то идет на плюсовой дельте на положительное вот в чем интересно соответственно вопрос возникает как у нас позволили так вот в общем то в 71 с половиной потом здесь 25-76 болтаются и еще один 78-75 потенциально могут в результате все-таки уйти выше пока вот настораживает вот эта цепочка северов 82 по 85 но тот факт что дельта при таком сильном движении на шорт осталось нулевой дельты хотя бы уже как бы даст повод задуматься возможно это были конкретно не старт нисходящей динамики а как раз наоборот сбросили по стопорям и вернулись обратно пока вот они стоят в этом коридоре еще этот сценарий и эта идея в принципе жизнеспособна значит в понедельник нам надо хотя бы попытаться пробить вот эти две точки это максимум да четверга и пятница в чем и тут обратите внимание прям густо вот так очень гусенько поработали 6-го числа плотненько и вот прошлую пятницу 3-го числа в среду тоже вроде бы на самом максимуме 25-90 тоже все равно работали по кубке за два дня в общем тут еще одна площадка здесь в ту неделю активно байеры работали в общем то их видимо избрасывали в понедельник если станет на четверг плюс пятница это уровень 25-70 875 25-76 и 5 и потом надо выйти опять же к своим добраться это 25-90 по текущей неделе 87-25 тоже еще агрессоры на покупку были так и давайте на всякий случай вот видите приток даже был небольшой так в общем с недели у нас особо не поменялась ситуация как были 3-1 6-8 буквально вот 6-8 было 7-го числа и после вот этого маневра представьте себе вот они сбросили кучу людей то есть открытый интерес по идее должен был сильно грохнулся ну как минимум поменяться немножко ниже а он даже прибавился по отношению к уровню среды то есть вот эти байеры которые потенциально являются возможно размещением на покупку плюс дельта общая вышла на нулевую там нулевой уровень фактически но 3-2 тысячи на покупку поэтому потенциально может потихонечку понедельник там становиться на пробитие пятница может даже придем на 2590 2587 там же будем смотреть так в общем то вот такие у нас дела так ребята в индекс доллара мы не рассматривали сегодня будем прощаться на следующий обзор возможно будет уже google hangout там будет лучше качество трансляции зайти вообще без проблем можно без каких-либо регистрации прямо по ссылке будете проходить вроде тестировали неплохой сервис с адобом пока мы контракт не продлили и посмотрим может в будущем снова возобновим пока вот так вот запись есть она будет сегодня уже на youtube канале и на сайте компании волфикс также будет на youtube канале я думаю в школу московской биржи они разместят возможно даже и будут рассылки так что спасибо что пришли спасибо что смотрите вам хороших выходных попутного тренда берегите себя с наступающими праздниками всего хорошего до следующего обзора до свидания пока